Вновь большой футбол на Алтайской земле. Кубок России, команда из российской премьер-лиги. Все как в 2018 году. Тогда Динамо Барнаул играли против Оренбурга. Сегодня соперник посерьезней. Футбольный клуб Нижний Новгород, тренер которого экс-футболист сборной России Александр Киржаков. Однако эту персону барнаульские болельщики на своем стадионе так и не увидели. Как выяснилось, Александр Киржаков на игру не прилетел по семейным обстоятельствам. Но местные старожилы футбола понимают, что игра против Динамо для тренера нижегородцев оказалась не такой уж и важной. Тем более через 5 дней Нижний Новгород играет против московского ЦСКА. Но и в этой игре у гостей не все получалось. Учитывая качество, наверное, газона, мы понимали, что будет очень много борьбы, очень много единоборств, спорных мячей. Поэтому, в принципе, мы, я считаю, результаты достигли. Понятно, что качеством игры не всех футболистов мы довольны, это мы разберем. Поэтому все, но я считаю, мы заслуженно победили. Единственный, но решающий для барнаульского Динамо гол забил Илья Берковский. Чуть позже барнаульцы были близки к тому, чтобы счет сравнять, но Иван Житников с убойной позиции не попал в ворота. За весь матч хозяева создали три топовых момента, которые могли бы закончиться взятием ворот черно-белых, но не получилось. А во втором тайме и вовсе барнаульцы посадили в защиту своих соперников. Отправить мяч в ворота так и не получилось. Всегда, когда команда начинает вести счетчик, она даже психологически немножко подсаживается назад. Особого впечатления команда не оставила, что в премьер-лиге, допустим, нам с факелом даже, я скажу, было сложнее играть, чем с ними. Просто опять же, опять же, уровень исполнения, они один из двух моментов из своих забили, мы из двух – ноль. Тем самым «Динамо Барнаул» вылетает из Кубка России, но достойно. Теперь подопечный Александра Суровцева продолжит играть в чемпионате. Сейчас команда ждет выезд в Ульяновск, где 27 сентября белые-голубые встречатся с местной «Волгой». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.